Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали профессию врача? Все-таки это такая ответственность, сложная такая работа. Чтобы стать доктором, у меня был толчок. У нас дома была прабабушка. Она очень плохо, практически не видела нас. И поэтому, когда я еще был маленький, я сопровождал ее на улицу или куда-то другое место. Тогда я еще себе дал такую задачу стать доктором и вылечить ее глаз, чтобы она видела. Вот так просто детская мечта стала профессией, которой он служит вот уже 42 года. Главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Гульджигита Алиев публичность не любит, но всегда открыт для комментариев. И подскажет, и поможет, и советом, и делом. План на день составляет заранее. Как обычно, это ежедневные отчеты по заболевшим и выписавшимся больным коронавирусом и общая работа больницы. Самое сложное для врача не сломаться. В этом еще раз убедился в период пандемии коронавируса, говорит Алиев. Когда много больных, смерть превышает, когда врачи один за другим заражаются. А пациентов все больше и больше. А еще есть родственники тех самых больных. Им не всегда сообщают хорошие новости. Все это психологически сложно вынести. Но собрав всю волю в кулак, нужно справляться, потому как ответственность возложена колоссальная. И подводить нельзя. Он очень требовательный, ответственный человек. Я могу даже сказать, что он очень безупречный руководитель. Мы очень рады, что работаем с ними. И даже мы каждый раз сами говорим, что действительно нам очень повезло, что у нас имеется такой отличный руководитель. И мы даже говорим между собой, когда разговариваем, что он наш отец. Отец семейства. Когда его нет, он заболел. Всегда чувствуется, что его нехватка. Заражение коронавирусом не избежал и он сам. Тяжелая форма, поражение легких и почти месяц в реанимации. Все это сказывается на здоровье. Сегодня остались и слабости, и одышка, но он втрою ради своих пациентов. Клиника так быстро развелась. Начал там очень тяжело дышать. И температура поднялась. Положили в реанимацию. Сатурация упала. Сейчас все знают об этом. Столько, что это сатурация. И там 21 день пролежал в отделении реанимации. Пруга и дети, они больше страдали. Когда я сделал первый звонок, это для них была большая радость. У каждого врача есть своя история спасения, которая отложилась в памяти. Алиев вспоминает своего пациента, который потом долгие годы благодарил молодого хирурга. Когда работал хирургом в национальном госпитале, у нас санитарные авиации, мы обслуживали всю республику. Был случай один после автоаварии, травмы одного человека, когда мы транспортировали в город Бишкек, в республиканскую больницу, по дороге, ну еще в небе, был такой закрытый пневмоторекс. То есть накопление воздуха в грудной клетке, он не стал, начал уже трудно дышать, и потом перестал дышать вообще, потому что давление было. И тогда, не ожидая ничего, нам пришлось сделать прямо пункцию вертолета. То есть сделали пункцию, выпустили воздух и спасли этого молодого человека. Сегодня Гульчигит Алиев не только заведует инфекционной больницей, но и руководит стройкой, которую ждали много лет. В июле президентом была заложена капсула под строительство дополнительной инфекционной больницы на 100 койко-мест. Сегодня возведение здания идет полным ходом, без выходных и праздников. Все потому, что нужно уложиться в срок, чтобы быть готовым к возможной второй волне коронавируса. У него большой послужной список, удостоен множество наград и почетных грамот, в том числе и государственных. Но эта награда особенная за вклад в борьбу с COVID-19, обеспечение охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Указом президента Гульчигита Алиев удостоен ордена Манаса третьей степени. И сейчас он говорит, что эта награда не только его личная, а всего коллектива инфекционной больницы. Надежда Усова, Алмаз Нурманбетов, Аллато 24.